26 лет вместе, 16 своих детей, 7 мальчиков и 9 девочек. Для семьи Шевчика Суздальского района это далеко не предел. Глядя на них, понимаешь, вот пример любви и верности. Поздравить с одноимённым праздником к давним знакомым приехал сегодня Владимир Киселёв. Впервые председатель ЗС встретился с Лилией Шевчик в 2012 году. Тогда мама обратилась к властям с просьбой помочь с ремонтом дома. Он уже был построен, но потянуть отделку семья не могла. Мы первый этаж с детьми как могли построили, а второй построили, но не как отделка, а это же самое тяжёлое. Построить вроде как бы легко, а саму отделку тяжело. И он говорит, ну давайте я как-нибудь помогу этот вопрос как-то решить. И настолько всё это было быстро сделано. У нас с первой же недели началась работа, нам закончили второй этаж за буквально полтора месяца. Сейчас дом практически готов, осталось лишь утеплить и обшить сайдингом. Мы жили в одной комнате, папа с мамой в соседней комнате жили, с маленьким отдельно. Маленькая кухонка была, мы там все вместе как-то по очереди приходили, там пять человек поели, мы быстро убрали, в следующем наложили пять человек, поели, убрали. А сейчас все вместе садимся за стол, это большой. В гости Владимир Киселёв приехал не с пустыми руками, подарил в честь дня семье любви и верности передвижной кондиционер. Семья растёт, старшему сыну 23 года, младшему 5, появился первый внук. А с каждым новым ребёнком вопрос о перевозке детей банально из школы домой встаёт всё острее. По словам Владимира Киселёва, системный подход к проблемам необходимо найти, несмотря на кризисную ситуацию. Предположим, там от десяти собственных детей, ну, изыскивать возможность выделения каких-то микроавтобусов. У них есть гизмельный участок, пять гектар, хотят заниматься земледелием. Может быть, помочь тракторам, но то же самое, вот в лизинг, предположим, взять трактор, довольно сложно с технической точки зрения, потому что они не оформлены как фермерское хозяйство. Мы сейчас подумаем, может быть, как-то совместно с администрацией области попробуем решить этот вопрос. Вот так на примере семьи Шевчик подтверждается поговорка «Если Бог ребёнка даёт, он и на ребёнка даёт». Евгения Палагина, Виталий Сергеев, Губерния, 33.